Молодые медицинские специалисты Приморского края получают весомые меры социальной поддержки. В чем они заключаются, расскажет Сергей Пономарчук, руководитель медико-санитарной части номер 100 ФМБА России. Подробности смотрите далее. В Приморском крае уделяют особое внимание мерам социальной поддержки молодым специалистам. Им выделяют подъемные средства на необходимые нужды, выдают служебное жилье. Сергей Пономарчук, руководитель МСЧ Фокина, выделил главную проблему кадрового дефицита. В нашем округе остро стоит вопрос нехватки хирургов, терапевтов, реаниматологов и акушеров-гинекологов. Для решения этого вопроса вчерашним студентам мединститута предоставляется не только комфортные условия, но и денежная поддержка и квартиры из муниципального жилого фонда. По программе ФМБА каждому приходящему на работу к нам специалисту мы выделяем 2 миллиона рублей. Вот именно те специальности, которые я назвал, терапия, хирургия, реаниматология, 2 миллиона рублей. По словам Сергея Пономарчука, в этом году прибыло уже два новых специалиста, которые уже получили положенные им льготы. К примеру, Татьяна Кузьмина приехала к нам в округ по программе «Земский доктор». Я получила 2 миллиона, получила от администрации города Фокина, получила жилье, двухкомнатная квартира, причем на выбор, у меня был выбор, я выбирала, и я выбрала себе в центре, хорошая у меня квартира. В медицинском учреждении нашего городского округа у медицинских работников есть возможность обучения, карьерного роста, реализации себя как специалиста. Я прошла аккредитацию успешно, я получила и проучилась дополнительное образование у меня по ультразвуковой диагностике. Отметим, что Татьяна Анатольевна вошла в коллектив только в этом году, но за столь короткий срок нашла общий язык с коллегами и проявила себя знающим профессионалом. Здесь все специалисты вместе, да, то есть мы можем какие-то решать вопросы и по диагностике, то есть такой вот междисциплинарный подход, это очень здорово, то есть все в одном месте. И ультразвуковая диагностика, и там рентгенция, да и лаборатория, и узкие специалисты, то есть вот это мне очень нравится, что мы здесь можем совместно решить какую-то проблему и более качественно оказать медицинскую помощь. Губернатор отметил, что в настоящее время в крае уже приняты меры по наполнению кадрами учреждений здравоохранения. Это целевое обучение, реализация программ «Земский врач» и «Земский фельдшер», по которым медработники единовременно получают выплаты в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. В прошлом году средства получили 72 специалиста. В этом меры поддержки смогут воспользоваться еще 90 человек. Всего в прошлом году из краевого бюджета на оказание мер поддержки медработникам направили 548 миллионов рублей. Помимо единовременных, это ежемесячные выплаты молодым специалистам, компенсация аренды жилья, выплата за наставничество.